О жизни первых лиц государства Субтитры добавил DimaTorzok Вообще-то я собирался туда вылететь на несколько дней Я думал, денька два-три побуду Посмотрю, какие-то там решения будут приняты И поеду, буду работать, а там люди будут заниматься тем делом, чем полагается Но когда я увидел, что там происходило Я понял, что это необычное землетрясение И здесь просто наездом нельзя ничего делать Это кадры, снятые через два часа после землетрясения в Спитаке Оставшиеся в живых люди еще не понимали, только с ними это случилось Или во всем мире так Многие думали, что началась ядерная война Многие семьи ушли из жизни целиком Только соседи помнили, здесь жили такие-то И в момент толчка находились дома Это был час ужасающего одиночества В Москве о беде узнали лишь к вечеру Дело в том, что какой-то структуры, вот как сейчас МЧС, допустим В то время не было И поэтому волей-неволей, значит, человек, который облечен властью В данном случае председатель Совета Министров Он взял на себя это руководство Сначала следовало понять, чем руководить Кому давать указания Не было уже органов управления Горекомы, райкомы, исполкомы, милиция, прокуратура Заводы, фабрики, больницы, школы Все исчезло с лица земли Те, кто вчера еще был во власти и остался жив Сравнялись с самыми обездоленными С самыми несчастными людьми на земле Зачем нужен, скажите, опыт Зачем авторитет, если нет у тебя даже простой ножовки Распилить арматуру Спасти родного человека Народ обозленный Обозленный, значит Начали говорить Кто-то из корреспондентов Ну, это точно не московский У нас не было с нами Кто-то, вот, по-видимому, местный, что ли, может, ереванский Я не знаю И он начал, значит, камера застрекотала Он начал снимать Ах, как они, как взвизгнули Как начали, начали А, ты приехал кино снимать сюда А где, значит, бульдозеры Где краны, где вертолеты Мой мертвый, здесь сестра лежит Только один кран у нас есть Погрузчика нет, экскаватора нет, ничего нет Ну, давайте пока хоть в сторону Что делать, людей нет, только мы Кто погище там, мы поможем А где эти помощники, чтобы прийти сюда, нам помогают Дяденька, там мама лежит Нету крана, что снимать Я один остался, папа, один, кто умер Я один остался, нету крана, что могу умер Дяденька, а дядя, мама там не елит Один умер, один остался Да я вижу, я понимаю, что... Ну, как понимать, что кран придет, свои тащит В общем, товарищи, мы приехали для того, чтобы на месте разобраться Сейчас посмотрим, откуда еще можно снять эскаваторы и самосвалы Самосвалы сейчас уже есть у нас на подходе Вряд ли было еще такое в стране советов, чтобы глава правительства оказался с народом лицом к лицу в день страшного бедствия Без прикрытия, без амортизации, которые создают обычно подчиненные ему чиновники Без заготовленных цифр и тезисов И не было уже места для политических доводов А нужны были мгновенные, точные, иногда чисто инженерные решения Почему нельзя на каждый дом иметь координатора? Ведь мы же объекты, работаем на объекте Ну хорошо, один кран с Украины, другой с Грузии оказался, четвертый с Ереван Почему нет? И почему нельзя поставить конкретного организатора на объекте дома? Есть дома, где вот так вводили, значит, ну, аварийно с подхода механизмы, разные организации Там, конечно, есть эти проблемы управления Объективный вопрос есть, вообще-то говоря Потому что, значит, вот так, они взяли кран Они знают, что там лежит пять человек еще мертвецов И они не выпускают на два метра спорта Давайте подумаем, как это сделать С учетом вот этой специфики, которая создалась Действительно маневр, я чувствую, невозможно маневр делать До тех пор, пока мы не вытащим всех погибших Как это сделать? Да не дают На два метра не дают двинуть Лошмя ложатся перед краном Два метра, вот он говорит, вот здесь мои родственники лежат И на два метра я не дам кран Пока не вытащат Это надо реально считать Вот как нам сделать в такой ситуации правильной организации Ну, прежде всего мы, значит, что сделали Мы, зная подход техники в аэропорт Мы вынуждены были каждый кран уже здесь распределять Аэропорт И оттуда с помощью войск раздавлять Рыжков говорит Значит, Лев Алексеевич, первое Надо вот эти 150 самосвалов, которые, значит, подходят сейчас на разгрузку Надо немедленно разгружать, садить шоферов Сейчас там то, что мобилизацию провели И своим ходом, своим ходом гнать сюда, в Ленинакан Своим ходом, в том числе ночью гоните Чтоб они ночью шли Чтоб к утру они здесь были Здесь очень тяжелейшее положение С самосвалами, эскаваторами и так далее Это следующий, значит, вопрос будет Это вот 150 А завтра утром, значит, определимся со всеми остальными Вы выясните, откуда еще идут самосвалы по железной дороге Сколько бульдозеров пришло Продумайте, чем перебрасывать Конечно, это очень тяжелое положение будет Если мы будем каждый бульдозер перегонять траллером Это мы, значит, 3-4 дня только на перегонку устроим Давай переправ, значит, 150 бульдозеров прямо на станцию Ленинакан И здесь разгрузим Здесь разгрузим Вот мы сейчас уедем отсюда Сядьте, разберитесь по каждому дому Ну, не на всех же, по-видимому, домах вот такие беспорядки, которые мы видели По-видимому, где-то есть организованное дело 6-8 домов вообще вытащены Значит, надо определить, сколько вот таких, значит, домов, где нет организации производства Бросить туда самые лучшие силы, значит, главных инженеров Они постепенно возьмут свою руку Ну, где-то добром, где-то заставить надо и так далее Значит, техника подойдет сюда Ну, надо брать эти в руки Ну, мы же не можем, значит, на каждый дом поставить, значит, по офицеру Для того, чтобы он с автоматами стоял Это же нереальное дело Нереальное, да и нельзя этого делать Нельзя Надо понимать состояние людей, которые там находятся Но и в то же время надо, значит, по-видимому, значит, делать так Чтобы люди понимали, что это для их блага делается Паника, не паника Ну, люди потерялись Ну, вообще-то даже трудно представить Чтобы они там, значит, хранили хладнокровие какое-то И поэтому я вот, как раз, камера была На крыльце горкома партии Ленина Кани И я попросил, говорю, я хочу обратиться сейчас ко всем И я действительно, вот, говорю, такое положение Очень тяжелейшее положение Говорю, мы примем решение сегодня ночью Мобилизация техники, там, значит, эскаваторы, бульдозеры, краны Значит, там, сварщиков, газорезчиков Я прошу не ждать Не ждать, вот, грузите и так далее Это беда не только народа Армении Это беда и горе всего нашего союза И только союз может помочь Все республики И я обращаюсь ко всем республикам Трудовым коллективам Сейчас, как говорить, продумать все вопросы Как оказать помощь вот такому большому несчастью Которое пришло на армянскую землю Они познакомились в Свердловске На знаменитом Уралмаш-заводе Людмила Сергеевна выходила замуж за начальника участка В цехе шагающих экскаваторов Зная его преданность работе, шутя Прочила ему иногда директорский пост Но то, что он возглавит правительство Огромной страны, в которой оба они родились И вообразить не могла У меня весьма скромные были желания Работать на заводе Значит, так Делать дело определенное И даже когда как-то ступенька-то двигалась Я тоже не думал, что я когда-то займу такой пост Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На мой взгляд, та подготовка кадров И вообще кадровая политика, которая была Она была Очень хорошая Можно сколько угодно ругать советскую власть Можно ругать партию, КПСС Но Ты пришел на завод Я пришел на завод мастером Я знаю, что Потом узнал, что, конечно Наблюдали за мной Как я себя поведу в цехе Справляюсь, не справляюсь Прошло полтора года По-видимому, сделали выводы Ну, мои непосредственно начальники Там, начальник цеха Что все-таки справляется Я стал начальником участка Не 25 человек, а уже 75 человек Три смены И так постепенно На заводе, значит, росли Потому что, знаете Каждый человек по-своему устроен Свои знания И своя психика человека Менталитет Вот со мной вместе в цехе работали Прекрасные люди Инженеры Вот Но Два-три года поработали Они уходили Они не выдерживали Говорят, нет Мы пойдем конструкторами работать Правильно делали А вот же на каком-то уровне Я думаю, вот Когда доходил Ночью уровень Заместитель директора Главного инженера завода Я думаю, эстафеты уже перенимали Москва ЦК партии Там же отделы были Министерства Которые уже начинали следить И, значит, интересоваться Как ведет себя этот человек И так постепенно Человек рос, понимаете Я благодарен всем заместителям Своим министрам Которые там все были Показали они себя очень хорошо У меня никаких претензий не было Это люди блестяще показали себя В таких условиях Работать, как они работали Дай Бог Дай Бог Чтобы вот Все Состав правительства Так работали Как работали Мои соратники Люди ведь еще В какой-то степени Не то, что ценили Они Понимали И, может быть Как-то успокаивали Что они видели Что руководство страны с ними Если бы не с ними Они сказали Вот нас бросили Нас бросили Вот И не хотят Никто помогать И так далее Совсем вытекающие последствия А паника Это самое страшное дело Давай вертолеты Вот кто-то убил голову Вот вертолет Что можно вот Разбирать дома Вертолетами Я прекрасно понимал Что это делать нельзя Зачемленный груз Ну Плита верхняя лежит Но она же связана Норматурой Там Вот Но в это время Им доказывать Это бесполезно Я говорю Хорошо Завтра вертолеты Будут здесь Будут Значит Немножко успокоились Значит Ну Отъехали По рации Связались Я не помню Где-то вертолетный полк Недалеко стоял Там Значит Или в Грузии Или на Кубани Где-то В общем Перегнали Мы вертолеты Тяжелые Ну Что и следовало Ожидать Я говорю Ребята Значит Пусть покажут Обязательно Только вы не вздумайте Цеплять груз Значит Ну Погибнут Летчики Мы эти вертолеты Загнали Пыль Поднялась Небо не видно Ничего не видно И так далее Ну и конечно Люди убедились Что это все Бесполезно Но полк остался у нас Вертолетный Мы раненых вывозили Оттуда Этими вертолетами Значит Там Материалы какие-то Возили сюда Это была главная проблема Первых дней Знаете Сколько мы Переживали за это Приходили люди Товарищи в школу Значит Ну что Вот я нашел Родственника Хоронить-то не Не о чем И тогда Ведь мы приняли Решение Эти деревообрабатывающие Комбинаты Там В других городах И дали команду Делать гробы И делали И Огромнейшее количество Делали гробу Это В Спитаке На стадионе Лежали А в Гюмри Или Ленинакане Вдоль Дорог Мы выставляли Вдоль Дорог Гробы И большие Маленькие Человек Приходил И То есть Он Маленький Большой В руку Это тоже Надо было Первые дни Это была проблема Большая Очень большая проблема Руководство Армении Обратилось Руководство 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 Техника Кировакан Десант А дороги Нет Лавина Лавина Идет Доходит До наших Машин Которые Перегораживают Дороги Вываливается Человек Двадцать Тридцать С машин Подбегают Значит И Чертвой Матери Выбрасывает Машину Ущелье Вот И поехали Дальше Опять В общем Лавина Неуправляема Стрелять Не будешь Нет Бить Не будешь Я говорю Ну ладно Раз Значит Грузовые Машины Не помогают Сбрасывают Ущелье Я говорю Дмитрий Терфеевич У вас Есть Тут Поблизости Значит Там Танки Да Есть Я говорю Вот На этом Место Поставьте Танки Поставьте Вот И Значит Они Перегнали Танк Становится Поперек Дороги Значит Накапливаются Машины С пропусками Проверяют Танк Отойдет В соронг Тыр-тыр-тыр Пропустили Опять Вот Теперь Сбрасывайте Танк Не сбросишь Вот Пожалуйста Вот Такие Вот Вещи Как Поэтому Конечно Первое Время Первое Время Управляемость Она была Только наверху Только Ереванская Внизу Все разрушено Все-таки Очень много Помогли Тогда Военно-транспортная Авиация Если бы не она Я не знаю Что было бы Вот Первые Три-четыре Дня Они спасали Нас Хотя Мы тоже Увидели Казалось И стандартизация Работает В стране Нормативные Базы Должно Все Сходиться Бульдозер Заходит В самолет А кран Вот Столько Не заходит Значит Так Вот Надо Ну Самолет Не будешь Резать Режет Кран Значит Потом Что-то Ну Летчики Молодцы Они Молодцы Много Сделали Вот Я считаю Что Это Великое Достояние Было Когда Все Республики Значит По Указания Правительства Там ЦК Партии Они Все Бросили Туда 64 Страны Мира Значит Откликнулись Вообще Откликнулось Более 100 Ну Те Телеграммы Там Дали А 64 Те Которые Значит Кто-то Деньгами Кто-то Медикаментами Помогал И так Далее Даже Вам Известны Случа Когда Значит С Израиля Самолет Самолет Поднялся На На Даже Дипломатических Отношений Не было Никаких И даже Консульских Никаких Отношений И мне Докладывают Что Израиль Направляет Группу Спасателей Там Людей Я Думаю Может быть Позвоню Узнай Хоть Может Какие-то Отношения Есть У нас Вот А потом Спрашиваю А где Самолет Я думаю Он еще Сидит Там Где-то Тель-Авив Да нет Говорит Над Турцией Уже Летит Значит Так Ну Что же Делать Садите Садите Мало Что Нет Садите Посадили Самолет Потом Через Несколько Дней Я еду На своем Автобусе И карусе По Ленинакану А там Один дом Экспериментальный Он Скользящая Палубка Делал И мы Все время Говорили Не трогайте Этот дом Ну Черт Есть Есть Другие Дома Завалы Давайте Оттуда Тащите Людей Не трогайте Потому что Это необычный Дом Вот так Скручено Как спираль Приезжаю Смотрю Наверху Работают На этом доме Камуфляжной Форме Униформе Значит Там Пилят Искры Летят Значит И так Далее Значит Спускается Ну Уже В годах Такой Значит Человек Подходит Товарищ Председатель Совета Министров Как же Он сказал Да Веренные Мне Значит Там Ну В общем Подразделения Спасателей Значит Вот Занимается Этим Домом И так Далее Генерал Майор Называет Еврейскую Фамилию На русском Везет Наш Соотечественник Я говорю А кто Ну Вот Мы тут Походили Походили Все Заняты Кругом Ну Вот Мы решили Этим Домом Заняться Они Так Работали У них Вот Эти То Что Сейчас Шойгу Есть А у Нарсона Ничего Не было Насосики Маленькие Раз Раз Начать Арматура Ножницы Такие Подкачал Хрусть Все Нет Вот Что Сейчас Болгарки Называется У них Значит Кругом Держат Диски Значит Я скажу Так Оснащены Эти Были Вот Израиль Подразделения Я говорю Ну Товарищ Генерал Тогда Оля Давайте Продолжайте Раз Вы Залезли Пусть Он Ваш Дом И Будет Ереванский Аэропорт Работал В те Дни Сверх Своих Возможностей Каждые Пять Минут Прибывал Новый Лейс Самолетом Стало Тесно На Земле Тесно Стало Им И В В В В Два Самолета Погибло Два В том И Другом Случа Практически Одна И Тоже Значит Вина Была В общем Там же Горисная Местность И В общем Я не Знаю Как Называется Прибор Альтиметр Или Который Высоту Показывает Югославы Говорят Знали Плохо Язык И Они Ошиблись Когда Регулировали Значит Там Прибор По Высоте Вот Он же Настроен На Какое-то Определенное Равнину Там А тут Горы Вот И Что-то Азербайджанское Не Помню Но И тот И другой По-моему Метров Сто Не Дотянули Один В гору Врезался Метров Сто Не Перевалил А Другой Он увидел Уже Поздно Югославский Он Увидел Значит Когда Вот уже Значит И он Даже пытался На шоссе сесть Но он Конечно Разбился Да Все погибли Кстати Вот 20 лет было В декабре Родственники Прибыли С того Самолета Да Страшно 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 25 тысяч Ушло На тот свет Но 16 тысяч Все-таки Вытащили Пусть они Многие из них Калейки Но 16 тысяч Все-таки Спасли Я помню На какой же день Мы тогда Парня спасли На восьмой Что ли На десятый Мы знали По опыту Мексиканского Землетрясения Китайского Значит Вообще Максимально Семь дней Семь дней Ну максимум Восемь дней Поэтому Когда Прошло Семь Восемь День Мы же Понимали Что Живых Больше Мы не найдем Никого И вдруг Я не помню Где это Произошло Передают Нашли парня Подростка Нашли подростка Он Жив Остался Он был На кухне Когда Все это Стукнуло И Плита Это Перекрытие Она Как шатер Мочит И он В этом Шатре Оказался И холодильник Значит Как-то Открытый Значит Открыло Холодильник Значит Была Это Вода Пробита Труба Где-то Вода И она Все-таки Сочилась Там Вода И он Продержался Залазил Что-то В холодильнике Тащил Оттуда Хватило Какой-то Еды Продержаться И водичку А сколько Кольки Кольки Лет Было Тогда Это Какой Год Был 88 5 лет Вообще Он Интересный Парень Я говорю У нас Внук В честь Деда Назван А внучка В честь Бабушки Людмила Да 5 лет У него Такая Глиняная Кошка 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 Копилка Он Собирал Весной Куплю велосипед Себе Ну ладно Мы ему Тогда Бросали Эти Монеты И так далее И вдруг Он Притаскивает Вот эту Кошку Говорит Мама Бабушка Давай Денежки Отдадим Нет Давай Разобьем Копилку Кошку Разобьем Кошку Я говорю Зачем Коля Денежки Отдадим Ты же Видела По телевизору Смотрят Я говорю Разослали Газеты Он Притащил Молоток Стукнули И Гора Этих Мадет Утром Марина Пошла С ним Сберкасса Там Значит В городе И она Пошла туда Говорит Вот Почитайте Сберкасс Что Да ну Что Вы Значит Считать Нет Надо Вы Давайте Серебро Отдельно Медь Отдельно Мы взвесим И так Дочь Говорит Как вам Не стыдно Как вам Не стыдно Пацан Значит В Армении Копилка А вы Насчитали 246 Рублей Выписали Квитанцию Ему До сих пор Квитанция И все Армяне Знают Все Армяне Знают Они Десять лет Землетрясения Было Они его Прогласили Он был Суворовец Говорит Дедушка Я поеду Джинсы Не Одевай Форму Одевай Ты должен Как Настоящий Мужик Приехать Он Суворовец Был А сейчас Вот Двадцать лет Тоже Ездил Они его Знают Правительственная комиссия Создал Николай Иванович Сейчас только надо первоочередные мероприятия сделать Разберется Почему три года назад построенные здания Развалились А те Чтобы при Хрущеве Строились Четырехэтажки Пятиэтажки Стоят Сейчас Все республики Взяли на себя Обязательство За два года Построить Два с половиной Миллиона Квадратных метров То есть Возродить Все За два с половиной года Я Горбачева Поддерживал До Восемьдесят седьмого Года Я его искренне Поддерживал Я Пришел В ЦК Партии Восемьдесят Втором году В ноябре месяце В конце года Мне избрали Сектором ЦК Дальше нас Значит Пригласил Через неделю Через две недели Пригласил Антропов Который Генеральным был В то время Меня Горбачева И Долгих Владимира Ивановича И сказал Что очень много Идут разговоров О реформировании Что надо делать А ведь толком Никто не знает Все говорят А толком Что же надо делать И говорит Вот давайте так Вот вас трое Один член Политбюро Горбачев Кандидат Члены Политбюро Долгих И просто Сектор ЦК Без погон Пока Вот Рыжко Вот вы Займитесь И В конце концов Поделитесь Куда нам идти Что такое Как реформировать Все И мы Когда занимались Вот Вот тройка Это занималась Мы три года Занимались этим И я Предлагал Что постепенно Нужен переход С одних Рельс Надо переходить На другие Значит Постепенно Постепенно Шаг за шагом Потому что Вся система Она Ну Все институты Управления Они были приспособлены К той системе Госплан Госнаб Министерство финансов И так далее Здесь же Надо переходить На рыночные отношения Для этого Нужны и рыночные институты Всевозможные А их не было Ни законов Ничего не было Абсолютно И вот тут у нас Произошли Очень серьезные Значит Складки На политбюро Когда обсуждали Вот эти законы И постановления В общем Дискуссии Длились Часами Часами Доходило до Ну неприличных Выступлений Так Я понял Что Нас не понимают Или Или специально Вводят В сторону Я попросил Михаила Сергеевича Как-то Михаил Сергеевич Да А тут же Приглашенные Сидят И Значит Министерство И Ученых Проглашали И так далее Конечно Все это Разносилось По Москве А вот Там они Не находят Общий язык У них Вот такие Вот отношения Я как-то Позвонил По четвергам У нас Политбюро Было Я после Одного Политбюро Позвонил Грабачеву Михаил Сергеевич Нам надо Один на один Встретиться Дальше Нельзя Делать Вот то Что Мы делаем На всю жизнь Запомнил он Этот элеватор Возле Ленинакана Тысячи тонн Зерна Зерна И муки Высыпались Из хранилищ В завалах Остались люди Так считалось Вот тут И проявились Накопившиеся В стране Проблемы Открылись Как внутренность Дома После обрушения Стен Сколько же вам Время надо Чтобы достать Людей Отсюда Вы так Прикидку Сделали Трудный вопрос Николай Иванович Но Приблизительно Дней Так Двадцать Наверное Нет Сегодня Вы меня Сегодня утром Я был Генерал-майор Брашил Мы оказываем Получим В реквидации Последствия Двадцать дней Это не годится Не годится Не можем мы Двадцать дней Доклады вам Через пять Шесть дней Вот я вас прошу Товарищ генерал Что через пять дней Значит все здесь Было закончено Есть Какую технику надо Бросайте сюда Надо первое Вызволить людей Оттуда А потом будем думать Как разваливать Как вывозить Потом будем думать Вот Танковые тягачи Здесь Инженерные машины Разграждения Через пять-шесть дней Мы закончили Не сдержал Не сдержал Слово генерал Не поднял Из завалов Ни живых Ни мертвых Ни за пять дней Ни за десять А их и не было Там Как выяснилось Потом Одни не пришли В тот день На работу Другие лишь Числились В списках Отдела кадров А зарплату Их забирал Кто-то себе Не тот ли Кто по ночам Крал отсюда Машинами Муку и зерно С камнями И кровью В перемешку И именно такие Как догадывался Рыжков Первыми станут Захватывать рынок Хлынут в открывшиеся Законах лазейки Об этом И был его спор С Горбачевым Мы встретились И разговор был такой Что он Я не понимаю Почему вы заняли Такую позицию Я не могу согласиться С этой позицией Я считаю Что это будет Развал страны Страна не готова Не подготовлена К тому Что Значит Вы Вот Делаете Ну самое главное Я знал Примерно Кто Его настраивает Я знал Я говорю Эти люди Они своих Книг не читали Своих И они нас учат Как надо жить Я говорю Где они работали Где Я знал Это тоже Яковлев Александр Николаевич Значит так Еще там Пару человек Я говорю Я не считаю Что это авторитет Для нас Вы посмотрите Как разделились Голоса на Политбюро Те кто Работали На заводах Значит В областях Они ведь Ведут Совершенно По-другому Чем те Которые Никогда Нигде Не работали Вот Теоретически Только Это начало Было 87 А Кульминация Вообще-то Была 90 Год Кто За то Чтобы В целом Принять Декларацию Прошу Голосовать Решение Принято АПЛОДИСМЕНТЫ И мы сейчас, Союзы, будем не просто перечислять энную сумму денег, которую захочет Центр, а только под каждую программу точно по расчету, и на каждую статью бюджета точно по расчету. И я думаю, это будет не 70, а может быть 20 миллиардов, чтобы не кормить весь этот бюрократический колпак. А то, что России нужно, она и будет того кормить, и ту организацию кормить, которая нужна России. Страна в 90-м году, я уже почувствовал в 90-м году, в 91-м я не работал, поэтому я сужу только со стороны. Страна оказалась просто-напросто на краю гибели. Она разбалансирована была, она неуправляемая была. Ну все, все сделала лишь бы только она неуправляемая. Республики начали в сторону, тянут, тащить на себя все. В России, значит, то же самое, Ельцин своей командой. Все делал, чтобы только хуже. Лихие 90-е годы. Их же не зря назвали, лихие 90-е годы. Они действительно лихие. Полки магазинов стремительно опустили. Российских товаропроизводителей выговаривали, а порой заставляли выходить из подчинения союзных министерств. Пятилетние планы трещали по швам. Разрушались связующие нити экономики. Напряжение нарастало. Вы помните табачный голод вдруг? Всплеск табака. Проглашает Горбачев. Звонит мне. Слушай, зайди, я захожу. Сидит у него, Ельцин, еще кто-то. Вот. Заходит мой заместитель по сельскому хозяйству. Так. Вот. Значит, нет табака. Значит, Ельцин, значит, люди чуть не бунтуют и так далее. Я говорю, Борис Николаевич, а какие претензии к нам, что нет табака? Ну как? Нет табака. Я говорю, слушайте, в России 26 фабрик, папиросных, табачных, сигаретных и так далее, связанных с табаком. 26. Они все подчиняются Российской Федерации. Там ни одной фабрики нет, которая подчинялась союзному правительству. Какие претензии к нам? Это первое. Второе. Вы знаете, что из 26 фабрик вы 22 остановили на ремонт одновременно? Зачем вы остановили? Зачем вы остановили? Вы можете это сказать? Он забегал глазами. Или он не знал? Я думаю, он не знал. За его спиной ребятки поработали так. В один момент взяли и остановили все фабрики на ремонт. Все. Табака нет. А что такое для мужика? Это выпивка, табак, значит. Если собрать все публикации, которые были опубликованы в наших газетах о действиях нашего правительства, то, безусловно, оно должно уйти в отставку. А в чем конкретно оно себя дискредитировало? В общем-то, стоит посмотреть на наши магазины уже достаточно, чтобы все стало ясно. За неделю до своей отставки я в последний раз выступал на съезде народных депутатов. Это конец был, значит, вот, вторая декада, конец второй декады декабря месяца. Я знал, что я в последний раз выступаю. Потому что в начале декабря я сказал, что ухожу. Вот. Я тогда выступал и говорю, вот, слушайте, вы что, не видите, что страна разрушается? Страна разрушается. С одного угла кричат, что ты нас пугаешь разрушением страны? Ты, он, собираешься, значит, поднять цены на хлеб. Я говорю, вы пять копеек увидели? То, что мы предлагаем. Мы не подняли, мы предлагали, чтобы не бросали, значит, помойки хлеб. А что страна разрушается, вас абсолютно всех не интересует? Это я на трибуне говорил. И в начале декабря, вот, я сказал, Михаил Сергеевич, страна разрушается. Я не вижу, не вижу выхода с положения. Я ничего не могу изменить. Я не знаю, сумеете вы изменить как президент, хотя я тоже не верю. Вот сложился вот такой треугольник. Ельцин в одном углу, Горбачевым в другом. И Рыжков третьим. Вот сейчас Рыжков уберут. Республики против меня выступают. Вы уже тоже лавируете туда-сюда, значит, да? Я говорю, ну, придет время, скоро, и вас уберут. Все. Разрушается вот этот треугольник, который в какой-то степени держал страну. Ну, ровно через год. Ровно через год и он ушел. Поэтому, вот, я говорю, я доходил в компромисс до определенной черты. Дальше я не мог переступать. И так в жизни я всегда делал. В Армении я понимал, что эта природа сотворила с нами вот такое. Я понимал, что мобилизация произошла страны. Я понимал, что мы все равно при всей тяжести, при всех потерях, мы все-таки возьмем в свои руки все это. Оно так и произошло. Там природа ударила нас, а здесь люди. Здесь люди ударили. Те, которые рвались к власти в то время, они ни перед чем не останавливались. Принцип был один и тот же. Чем хуже, тем лучше. Ну, давай, кидавай, ты бетон. Бетон, давай, бетон, давай. В этой капсуле послание к будущим поколениям, чтобы и дальше они крепили дружбу в стране Советов. Капсул и сейчас там, в застывшем бетоне. Кто же знал тогда, что стране этой осталось ровно три года, что послание отправляется в никуда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова